Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня мы с вами будем кушать яичницу с помидорками. Здесь у нас сосисочки очень вкусные, кёслямя, огурчик и сыр деревенский, конечно же. И давайте приступим. Я как-то вчера, когда тортик кушала, я прям резко захотела яичницу с помидорками. Вот. Обычно эта яичница у меня просто ассоциируется с деревней. Когда мы едем туда на быструю руку, всегда готовим такую яичницу. Это из деревенских яиц. Видите, какие они желтые. Кстати, мама в ноябре собирается ехать в деревню. Я думаю тоже поехать. Снять там экстремальный мук-банг. То есть в том плане, что там нужно, например, готовить еду, затапливая печку. На фоне печки можно. Можно снять влоги. Можно показать мои игрушки детства. Просто такое ощущение, когда вы заходите в этот дом, вы попали в 90-е. Там ковры на стенах. Там вот эти кровати с сетками посередине. В общем, очень всё древнее. Мне кажется, будет интересно даже снять хаос-тур. Я думаю, стопудово будете, да. Ммм... Конечно, это вкусно. Сегодня у нас с моим любимым годовщина. Год отношений. И, к сожалению, сегодня мы не сможем никуда пойти. И вообще умница. Но ничего. Мы увидимся завтра. Из-за таких вещей я не выношу ему мозг. Что почему? Не знаю, я всегда стараюсь входить в положение. Потому что, когда слишком много накидываешь пуха, так скажем, Мужчина раз и убежит. Скажет, нафига мне такие проблемы. Я очень хорошо общаюсь с его другом. С другом моего парня. Он ещё клёвый парень. Такой общительный, умный, современный. И вот как раз-таки он расстался с девушкой из-за того, что она постоянно ему выносила мозг. Они всего два месяца вместе. И она постоянно... Где ты? Что ты? Ты в онлайне с кем ты общаешься? Т.д. и т.п. В общем, так делать девочке нельзя. Нужно стараться входить в положение. И как бы не делать такой вид, что вам важнее, вам нужнее эти отношения. Но у моего... Есть резкая причина, по которой мы сегодня не можем увидеться. Поэтому я не стала, знаете, истерики устраивать. Что почему? Да найди время. Он мне объяснил, я поняла. Ну всё, на этом конфликт исчерпан. Как же вкусно. Вчерашний тортик представляете, уже почти весь схомячили. Он реально был очень вкусный. Очень лёгкий в приготовлении. При этом он натуральный. Это прям чувствовалось. Иногда вы кушаете торт, и вот он как будто пахнет какими-то консервантами. Было ли у вас такое? Я когда беру пакет, который пришёл с доставки Макдональдса, вот я сразу чувствую какие-то консерванты. Я не знаю, может это самовнушение или ещё что-то. Но блин, это как наркотики. Хочется. Есть люди, которые например, губят своё здоровье сигаретами. Кто-то принимает запрёщённые вещества. А я всего-то на всего просто ем. Возможно, много. Но еда мне доставляет колоссальное удовольствие. Я вот люблю покушать. Элементарно для меня нету вкусной еды и невкусной. То есть даже вот огурчик просто вот так вот берёте и у него свой вкус. это какой-то определённый свой кайф. Единственное, я не очень люблю морепродукты. Как-то с осторожностью. Слушай, тоже раньше не любила, сейчас полюбила. А вот эти вот кальмары вообще не люблю. Часто пишут в комментариях, что Айка с ними. Просто, знаете, не хочется заставлять себя. Я знаю, что это видео наберёт много просмотров. Как бы вам будет интересно посмотреть, но я это не люблю. Не могу я себя составить это есть. Пару штук я могу, конечно, съесть, но я не получаю от этого кайф. Например, такой кайф, как я получаю, например, от Мак Чикина. Вот это да. Вот это да. Вот это я понимаю. Заставлять себя это тоже не дело. Я просто не понимаю, как в детстве у меня не было аппетита. Мама готовила такие вкусняшки. Я представляю, я их не ела. Как я могла себе такое позволить? И давайте немножко пройдёмся по вопросам. Айка, очень интересно было бы узнать, смотрят ли твои родственники твои видео? Есть ли, которые тебя не понимают и не поддерживают в твоих начинаниях? Бывает ли такое, что незнакомый человек на улице просто подходит и говорит, что смотрит твои видео? Конечно, бывает в последнее время очень-очень даже часто. Раньше вообще такого не было. Например, первый мой год, наверное, где-то год, да? Ни разу не было такое, что кто-то ко мне подходил. А теперь с каждым годом всё больше и больше, я вам так скажу, больше даже зрителей стало именно подходить после ТикТока. То ли мои видео в рекомендации в Азербайджане. Однажды даже было такое, я встретила девочку на улицу и она мне сказала, что... Айка, ты не спешишь? Я говорю, нет. Он говорит, давай снимем ТикТок. Я говорю, пожалуйста, давай. Мы сняли ТикТок и он, кстати, хорошо набрал у неё. У неё там видео по 200, по 300 просмотров, а это видео набрало 16 тысяч. Всегда рассмотрела 16 тысяч. То есть я не против. Если я не спешу, почему бы не снять ТикТок, почему бы не пообщаться? То есть с удовольствием. А иногда бывает, например, ты идёшь заплаканная, без настроения, куда-то спешишь, выглядишь как чмо, да? И кто-то к тебе подходит, вот в этот момент ты себя чувствуешь максимально неловко. Недавно мой двоюродный брат скидывает мне фотографию, как меня смотрят на плазме. Прикиньте, совпадение. Мой двоюродный брат работает в компании с человеком, который даже не знал, что я это его сестра. Его домашние дети, там жена смотрит мои видео. И там чисто случайно засветился мой двоюродный брат. и он такой в смысле это твоя сестра? Мой двоюродный брат. Ну да, как-то. Вкуснотища, ребята. Офигенно просто. Просто сыр, он очень солёный. Его как бы лучше с хлебушком. Очень вкусно. Мы в деревне сразу берём 10, 15, а то и 20 килограмм. Вот как раз таки я хочу для вас снять в ноябре, когда поеду, деревенскую жизнь. Как я растапливаю печку, как я иду покупать сыр, как я иду в огород, там выполняю какую-то работу. Только есть такой момент, что будет очень холодно в ноябре. Тем более там. В Хачмазе находится деревня. В Баку всё-таки всё равно жарко. Всегда жарко у нас. Всегда офигенная погода. В этом плане я обожаю Баку. Я человек, который жил в России. Блин, это такой кайф, ребята. Зимой просто зимой. Вы в кожанке и вроде вам нормально. Вот на минуточку любому бакинцу ты скажешь, например, зимой у вас не холодно. И он скажет, да почему не холодно? У нас такой ветер, он въедается в кожу и так далее. И тут просто такой момент. Я жила в России, дорогой мой, ты не знаешь, что такое минус 20, да даже минус 15, минус 10, минус 5 у тебя никогда не было. О чём ты говоришь? Это реально такой кайф жить в стране, где реально очень хороший климат. Это просто вау. На этом всё. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эка Емили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.